Уважаемые студенты третьего курса, мы продолжаем изучение дисциплины новая история стран Европы и Америки и за последовательным изучением новой истории Англии, США и стран Латинской Америки мы начинаем изучение новой истории Франции. Сегодня мы рассмотрим первые три вопроса. Первый. Франция к началу нового времени. Фронта. Укрепление абсолютизма. Второй вопрос. Французское просвещение. Третий. Причинное начало революции. Взятие Бастилии. Декларация прав человека и гражданина. Какую литературу я вам советую по данной теме? Есть история Франции многотомная. Данный период рассматривается в томе втором. Есть прекрасная работа Томаса Королеля. Французская история. Очерк. Есть документы по истории Великой Французской революции в двух томах Москва 90-й год издания. И есть прекрасные работы Манфреда. Выдающегося советского историка. Специалиста по Франции. Он написал труды под названием Великой Французской буржуазной революции. А также работы биографического плана. Марат. Наполеон Бонапарт. И три портрета эпохи Великой Французской революции. Также изданы на русском языке избранные произведения Дени Тедро, Жан-Жака Руссо. Работа Петра Кропоткина Великая Французская революция. Еще пара работ биографического характера. Левандовский Робеспьер. И Мережковский Наполеон. Это чуть позже мы будем проходить. А пока еще пара работ. Сироткин. Франция 200 лет без Бастилии. И Эрик Хасбаум. Эхо Марсельезе. Взгляд на Великую Французскую революцию через 200 лет. Итак, начнем с первого вопроса. Централизация французского государства в основном завершилась в конце 15 века при правлении Людовика XI. По мере его единения укреплялся абсолютизм, который усилился после религиозных войн 1562-1594 годов между католиками и гугенотами. Кто такие гугеноты? Давайте посмотрим определение. Гугеноты. Есть французское слово, от немецкого слова союзник. Это кальвинисты во Франции 16-18 веков. Нередко в значении слова гугенот употреблялось слово женевец, так как именно в Женеве проповедовалось учение Жан Кальвин. Социальный состав гугенотов был очень пестрый. Городские низы, средние слои, часть родовитого дворянства, члены городского магистрата, купечество, буржуазия, фермеры и т.д. В общем-то гугеноты это французские пуритане или французские протестанты. И в результате религиозных войн между католиками и гугенотами, один из лидеров гугенотов в 1594 году вступил на французский престол под именем Генрих IV. Он перешел в католицизм, сказав знаменитую фразу «Париж стоит мессе», и военные действия закончились. А в 1598 году был подписан Нанский дикт, по которому господствующей религией во Франции оставался католицизм, но гугенотам предоставлялась свобода вероисповедания и богослужения в городах, кроме Парижа. С 1302 года во Франции избирались генеральные штаты. Это сословно-представительное учреждение, состоящее из депутатов духовенства, дворянства и лиц третьего сословия. Третье сословие это формирующаяся французская буржуазия. Генеральные штаты созывал король, как правило, для получения согласия на сбор налогов. По мере укрепления абсолютизма роль этого учреждения уменьшалась. В 1614 году при Людовике XIII генеральные штаты были распущены и не собирались 175 лет. Надо сказать, что абсолютизм во Франции достиг апогея благодаря во многом двум личностям. Это кардиналу Ришелье, который был кардиналом Франции с 1624 по 1642 годы. Это выдающийся государственный деятель, строитель, так сказать, государства, харизматик. И практически сразу после его смерти, через год, в 1643 году, королем стал Людовик XIV. В этот момент это был маленький мальчик, пятилетний. Поэтому до 1661 года он правил при регентстве другого кардинала, кардиналом Мазарини. Вот как раз-таки при Людовике XIV вспыхнуло такое общественно-политическое движение оппозиционное, как фронта. Давайте посмотрим, что означает термин фронта. Дословно это слово с французского переводится как «проща». Это такое легкое оружие средневекового воина. Это социально-политическое движение во Франции 1648-53 годов, направленное против некоторых наиболее явных пороков абсолютной власти короля. В переносном смысле этот термин употребляется для обозначения внешнеэффектного, но по сути поверхностного протеста против тех или иных явлений, не затрагивающего их основ. То есть фронтировать это фактически идти поперед к королевской власти, но идти как бы не совсем до конца, не всерьез. То есть это оппозиция, но такая, которая хочет не уничтожить королевскую власть, а как бы примириться с ней, найти с ней компромисс, договориться с ней о чем-то, выторговать себе какие-то привилегии и так далее. Вот. И фронда делится на два этапа. Парламентская фронда 1648-49 годов и фронда принцев 1650-53 годов. Парламентская фронда. Дело в том, что в это время в оппозицию к королю стал так называемый Парижский парламент. Хотя слово парламент происходит от французского глагола парле говорить, и сейчас это такой законодательный, в общем-то, как это правило, то в то время Парижский парламент, это была такая, знаете, судебная апелляционная инстанция. И выступая именно перед членами Парижского парламента, Людовик XIV произнес знаменитую фразу «Государство – это я». В общем, сказал он в каком контексте. Он сказал членам Парижского парламента «Вы что думаете, государство – это вы?» «Нет, государство – это я». Ну, что интересно, именно в период парламентской фронды Людовику XIV и кардинала Мазарини пришлось бежать из Парижа, скитаться по стране. Но быстро удалось достичь примирения, потому что на самом деле члены Парижского парламента не хотели побеждать короля, не хотели свергать монархию во Франции. Нет, они не хотели баррикад на улицах, крови, социального конфликта. Они хотели договориться с королем, в принципе, поэтому вскоре это движение сошло. Но тут начался новый этап фронда, фронда-принцев. Дело в том, что при королевском дворе всегда есть какие-то родственники короля, там его племянники, кузены, так сказать, там дядюшки какие-то, там троюродные и так далее. То есть это придворная комарилия, как правило, это так болтается при дворе с целью получения для себя каких-то приверенций, выгод, титулов, там монополий и так далее, так далее. И вот по мере укрепления абсолютизма их власть уменьшается, они, естественно, этим недовольны и поэтому поднимают такой мятеж, который блестяще был описан Александром Дюма Старшим в романе 45, кстати. Так вот, после подавления и парламентской фронды, и фронды принцев, так сказать, вот наступил, так сказать, настоящий классический абсолютизм французский и его внешний блеск и величие было показано посредством строительства шикарного, роскошного Версальского дворца, который обошелся Франции в огромную сумму, но тем менее, так сказать, позволял, как бы, оттенить все великолепие французского престола. На этот же период в истории Франции приходится и плеяда блестящих французских просветителей. Самые выдающиеся представители в начале нового времени это Жан-Жак Руссо, Шарли Монтискьо, Вольтер и Дени Дидро. Политические взгляды Руссо изложил в сочинении об общественном договоре, в котором на первый план выдвигают общество, доказывая, что обществу раньше принадлежала вся власть, которую оно по договору передало правителям, чтобы они пользовались этой властью в интересах самого общества. Но поскольку правители стали злоупотреблять власть в ущерб обществу, Руссо предлагает обществу вновь взять власть в свои руки для создания демократически-республиканского государства. В таком государстве каждый полноправный член общества должен принимать непосредственное участие в управлении, законодательстве и суде. Таким образом, по мнению Руссо, в обществе будет достигнуто гражданское равенство. Жан-Жак Руссо, кстати, главный автор теории эголитаризма. Эголите по-французски равенство. Вот лозунг будущей Великой Французской Революции. Либерте, эголите, фратернете. То есть свобода, равенство и братство. А главная идея будет потом, эголитаризма будет отражена в Декларации прав человека и гражданина. Если говорить о главном труде Шарля Луи Монтискьо, то этот труд назывался «О духе законов». И в нем проводится мысль о том, что законодательство и государственное устройство каждой страны должно приспосабливаться к ее климатическим и почвенным условиям, а также к религии, характеру и степени развития ее народа. Из различных форм государственного правления Монтискьо дает предпочтение республиканской. Применение ее на практике считает возможное при условии одинакового развития всех граждан и готовности их к роли правителей. По своим политическим гадам, Вольтер был монархистом, состоял в дружбе и переписке с многими европейскими монархами, в том числе с российским вератрицей Екатериной Великой. Так вот, чтобы обладание самодержавной властью не привело к злоупотреблениям и произволу, по мнению Вольтера, государы должны быть философски образованы, окружены философами и руководством философии, которая гарантирует справедливость и полезность их распоряжения. Вы знаете, он мечтал о таком философе на троне, о таком очень либеральном, образованном, разумном монархе, правителе. Вольтер проповедовал начало гуманности и справедливости, настаивал на коренном преобразовании средневековых форм судопроизводства, на отмене пыток, призывал к отмене крепостного права, уничтожению феодальных привилегий. Большое влияние на французское общество того времени оказали так называемые энциклопедисты, члены кружка философа Дени Дидро, издававшие с 1751 по 1776 годы многотомную, 35-томную энциклопедию наук, искусств и ремесел. Автором большинства статей в этом издании был сам Дени Дидро. Это издание было приговорено властями к уничтожению, тама энциклопедии сжигались. Дидро какое-то время сидел в тюрьме, даже ездил в Россию, где его материально и морально поддерживала та же Екатерина II, сделав его смотрителем своей библиотеки. Но энциклопедисты во главе с Дидро критиковали существующие взгляды и порядки, призывали к судебной реформе, религиозной свободе, уничтожению сословных привилегий, освобождению крестьян, народному правительству и другим демократическим правам и свободам граждан. И мы подходим уже к началу Великой Французской революции. В 1788-1889 годах во Франции нарастал общественно-политический кризис. Но кризис промышленности и торговли, неурожая 1788 года, банкротство государственной казны, озаренной тратами двора Людовика XVI, который правил этот период, фактически не были главной причиной революционного кризиса. Главная причина, которая вызвала широкое недовольство в существующем положении вещей, заключалась в том, что господствовавший феодально-абсолютический строй не соответствовал задачам экономического, социального и политического развития страны. Подавляющее большинство населения Франции составляло так называемое третье сословие и лишний большой процент привилегированные сословия духовенства и дворянства. А третье сословие было в классном отношении неоднородное. Сюда входило и буржуазии, и крестьянцы, и городские рабочие, и ремесленники. Всех их объединяло в полное отсутствие политических прав и стремлении изменить существующий порядок. И после ряда неудачных попыток король объявил о созыве генеральных штатов. Он и его приближенные надеялись и в помощь успокоить общественное мнение, получить необходимые средства для пополнения казны. А третье сословие связывало с созывом генеральных штатов надежды на политические перемены в стране. Но с первых же дней работы генеральных штатов возник конфликт между третьим сословием и первыми двумя из-за порядка заседания и голосования. 17 июня 1789 года собрание третьего сословия прогласило себя национальным собранием, а 9 июля учредительным собранием, тем самым подчеркивая решимость установить в стране новый строй. В Версале и Париж стягивались верные королевые войска. Парижане стихийно поделились на борьбу, на защиту генеральных штатов. И к утру 14 июля, большая часть столицы была уже в руках восставших, 14 июля 1789 года вооруженная толпа совводила узников Бастилии. Это крепостью тюрьмы для политических заключенных. Этот день стал началом Великой Французской революции. И фактически возглавил это движение буржуазии, и во Франции произошла буржуазная революция. Вопросы для закрепления. Первый. Кто такие гугеноты? Второй. Какому французскому королю приписывают фразу «государство – это я»? Третий. Что такое фронда? Четвертый. Кто автор сочинения об общественном договоре? И пятый вопрос. Когда французы отмечают главный государственный праздник – День взятия Бастилии? Благодарю за внимание.